Судьбу императрицы решали сегодня в Одессе. Апелляционный суд должен определить будущее памятника Екатерине Второй. Авторы иска требуют его убрать. Ответчики в лице местных властей категорически против. Итог заседания знает Андрей Анастасов. В суде усиленные меры безопасности. Сюда пришли непримиримые идеологические противники. Для одних Екатерина Вторая основательница Одессы, для других душитель украинской идентичности. Конфликт начался 10 лет назад. Тогда в центре Одессы местные власти демонтировали монумент морякам-потемкинцам и перенесли его в другое место. А восстановили уничтоженный при большевиках памятник российской императрице. Не обошлось без протестов. С тех пор с горсоветом судится Ассоциация казацких обществ. Ее представители заявляют, монумент потемкинцам национального значения и для его демонтажа требовалось специальное разрешение Кабмина. В июле суд первой инстанции поддержал эти доводы. Теперь казаки требуют вернуть площади прежний вид, то есть демонтировать Екатерину. В горсовете парируют памятник морякам-потемкинцам не национального, а местного значения. Дескать, мэрия, как того требует закон, обратилась в Министерство культуры и туризма и получила соответствующее разрешение. На основании этого разрешения был перемещен памятник, а в дальнейшем принято второе решение, в соответствии с которым также был установлен памятник Екатерине II. Пока шло заседание, на улице митинговали. В подавляющем большинстве противники того, чтобы вопрос демонтажа вообще выносился на повестку дня. Во-первых, это является дестабилизирующим фактором. Сегодня нужно думать над тем, чтобы объединить население, объединить Запад, Юг, Восток. А власть сегодня идет по своему стандартному принципу, разделяя и властвовать. В итоге суд взял тайм-аут, чтобы проанализировать представленные доказательства и дать сторонам процесса подготовиться к дебатам. Следующее заседание состоится 2 февраля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.